В эфире деловая программа «Ресурсы» в студии Эльвира Найманбаева. Здравствуйте! Более 57 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса активно ведут свою деятельность на рынке Астаны. Специалисты отмечают положительную динамику в этой отрасли. С начала года стало больше на 600 предприятий. Какое участие принимает государство в их развитии и в каких отраслях предпочитают трудиться столичные бизнесмены в нашем сегодняшнем выпуске. Развитие отечественного рынка, решение проблем занятости населения и экономические выгоды – это основные приоритеты в МСБ. К примеру, 67% налоговых поступлений в бюджет столицы поступают за счет сектора предпринимательства. Около 40% астанчан трудятся на субъектах малого и среднего бизнеса. Всего за прошлый год выпущена продукция на сумму 1,185,8 млрд тенге. Если говорить о специализации, более 50% юрлиц предпочитают развивать свой бизнес в сфере строительства. Еще 30% выбрали услуги, а также превалирует сфера торговли. Среди индивидуальных предпринимателей картина несколько иная. Здесь на первом месте сфера торговли. Далее следует сфера услуг и строительства. С каждым днем, с каждым годом, скажем, количество субъектов предпринимательства в городе растет. Почему? Потому что, ну это, наверное, естественно, потому что в Астане рынок потребления также растет, население растет. И, соответственно, необходимо тоже бизнес активно развивать. И в этой части, конечно, создание палаты своевременно с точки зрения, скажем, наверное, сервисной поддержки, с точки зрения консалтинга, с точки зрения сопровождения тех проектов, которые необходимы, быть, скажем, мостом между бизнесом и властью. Не секрет, что молодые предприниматели проигрывают во многом из-за незнания некоторых правил бухгалтерии, налогов и из-за малой осведомленности о различных инструментах господдержки. Центры обслуживания предпринимателей, которые появляются практически во всех областных центрах, пытаются восполнить этот пробел. Только за нынешний год в ЦОП Астаны обратилось более 1700 предпринимателей. Им оказано около 4,5 тысяч различных услуг. Среди них и новая услуга сервисной поддержки. Проект сервисной поддержки в рамках дорожной карты бизнеса, это не финансовая поддержка. И там будет оказываться, уже оказывается, скажем, консалтинг по семи направлениям. Это бухгалтерский учет, введение налогового сопровождения, таможенные процедуры, сфера IT, консалтинг, маркетинговые услуги. И до конца года у нас поставлена задача обслужить полторы тысячи предпринимателей столицы. Один из тех, кто уже успел воспользоваться данной услугой, предприниматель Николай Маложанов. Для расширения своих возможностей и открытия дополнительных линий производств он обратился за консультациями. Шесть лет назад он открыл цех по выпуску арматурной кладочной сетки. В год в нем выпускают до 400 тонн готовой продукции. Спектр, конечно, услуг предоставляем очень широкий, но я выбрал то, что нужно именно мне. Я обратился за юридической услугой в плане оформления залога. По-моему, это я получил консультацию по госзакупу. Еще я разработал свой собственный сайт изделия КИЗЭП и получил разработку бизнес-плана для финансирования через банки по дорожной карте бизнеса 2020. Столичный рынок привлекает предпринимателей не только своим статусом, но и расположением. Развитая транспортная инфраструктура и спрос на логистические складские центры способствовала открытию филиала и переезду головного отдела дистрибьюторской компании, которая занимается импортом и производством продуктов в глубокой заморозке. Один из крупных импортеров мясных, рыбных и других изделий сетует, что Казахстан до сих пор не закрывает собственных потребностей. Поэтому и необходимость импорта пока насущна. Мы работаем на сегодня со многими, рядом многих стран. Это есть и Америка, это есть Латинская Америка, это и страны Европы. Если говорить по Таможевому союзу, да, у нас очень достаточно стабильные связи, постоянные с Россией, Белоруссией. Есть еще у нас контракты и, соответственно, поставки из Украины. И на этом у меня все. Напомню, что наши выпуски доступны на официальном сайте 24.kz. Читайте нас также в социальных сетях. Пусть ваши ресурсы никогда не иссякают. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok